Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Чарнобыль и навука. В опыт передольвания наступства у Гомеля завершилась международная навуково-практичная конференция. Сбирахчы от бяды сёння у Гомеля обмерковывали проблему суицидов у подлеткового сяродзе. Доведаться об ранее невядомых фактах с гесторой города сёння на территории Палацова-Паркового ансамбля прайшёл фест экскурсоводаў. А зараз об гэты меньшым больш падрабязна. Доходная частка бюджету Гомеля за першы квартал складая прикладно 23% до годового плана. Гэта вышэчым за аналогичный леташний перет на 14%. Выкананне городского бюджету обмерковалі на сёняшнім пасяджэнні гарвы Канкама. Асноўные крыніцы поступлэнні ў падаходны падатак, падаткі на добавленую вартасть і на уласнасть. Парасходной часце бюджету Гомель выканаў усе обавязальніцтвы. Причым затраты склалі чверць ад запланованных на год. Гэта значыць ровно столькі, колькі было различэна на квартал. Асноўный накерунок выдатка ў соціяльная сфера. Ёе фінансаванні ў структуры городского бюджету досягнула 82%. Што тычыцца другога квартала, то ён будзе більш складаным за пачатку адпускного сезону і необходнасті загадзе акумуліваць фінансавыя сродкі на грашовыя выплаты работнікам. У Беларусі протягываецца правядзенні субодніх телефонных ліній мясовых уладаў. 21-го красавіка з вороты грамадзян будзе прымаць керавнік справу Гомельскага Аблвыканкама Алена Кличковская. Нумар телефона 33-12-37. У Гомельскім гарвыканками прамую лінію правядзе намеснік старшыні Віталя Томанчук. Звертацца трэба па нумары 75-19-54. Прамые лініи будзе працаваць з 9 до 12-1. Сёня ў Гомелі завершылася міжнародная навуково-практичная конферэнція Чарнобылі навука в опыт перадольвання наступстваў. На працягу двох дзён в учёной і практикі расказывалі об вправодзімых даследаваннях іх выкарыстаніў эпоху ядзерных технологіі. Захучанай інформація ознайоміўся Олег Синціроў. Модель прогноза радоактивного заброджування атмосфері глеба і сельскох сподарші продукці при эксплуатациў АЭС беларускай атомна станція яшчэ толькі будуюцца, а учёны ўже зараз могут сказаць чагу чакаць при штатных і пазаштатных ситуаціях. Хач займаецца яны не толькі прогнозами. Уже некалкі годів учёны института радеалогі праводзіць мониторнат новокольна гаціародзі каля АЭС. Пасля початку эксплуатациў станція, отриманная дадзина стану своясабливым аталоном при проведении даліших доследованьў. Не застаецца паза увага і ситуація на територі, яка патерпела ўваньку чарнобыцкой катастрофы. Наглядзі че натуе, що пасля аварії прошло 32 годы, ўсе проблеми тут пакули не вырошены. Наше государство, маленькое такое, сделало все возможное для того, чтобы минимизировать эти последствия. Я повторяю, не устранить, а только минимизировать. Если период полураспада Цезия 137-го 30 лет, то, извините, весь он за это время не распадётся. Сегодня навукуцію пропонують целых шерых распросовок, вакарстани яких дозволяя отримувати нормативно чистую продукцию у сельскохоспадарших предприємствах і приватном секторе. Інша справа, що часто наладить серийну витворчість некоторых распорцовок вельми проблематично. У якості прикладу під час конференції демонструються брикеты для хатних живёл. Их використання дозволяє знизить узровень Цезия у молодця до пяти разів. Але пасля выпуска пробной партии витворцы от далейших распорцовництв з учёными адмовилися. Єсь проблеми із укороненням новых культур. Пайза, японская проса і цукровая сорга. Перша культура дає уроджайність зелёной маси до 500 центнерів гектара, другая вугоді – до 700. Мінавитовість цієї узори, вирішені в Былок-Жалёцькім районі, хоч пакуль широкого распорцовження на Агомиченні цієї культури яще не отримали. У діннікі конференції кажуть, що при використанні науковых распорцовок навіть на частково забродженних землях тюня можна отримлювати придатну для уживання продукцію. Інша справа, що зараз задача більш широкая – не тільки вырастить, але і реалізовацію тремліку на експорт. У речі гэта бадай адзіна і омагчымыць повшення добробыту насінніцва, якою проживаю на чарнобильських територіях. Правда, пакуль отримлювець гэта не усюдым. Вапрос такой – себестоямість продукції, ціна, качіство і що ти імеєш, якую прибыль з цього. Тому що люди повинні працювати і мати соответствуючі деньги. Тому є ряд вапросів по структурі, по севов, по технології улучшення, по другим моментам. І ці вапроси і розсматриваються на даній конференції. Олег Синтеров, Євген Макейнка, Телерадо-компанія «Гомель». У першім кварталі гэтага года на Гомельщині зарегістровано 13 выпадків суїциду сірод-падлетків. Така інформація була гучена під час сьогоднішній обласної відеоконференції. Яє удзельніками стали і наші корреспонденті. Калі за увесь минулый год на Гомельщині було зарегістровано 28 спроб суїциду сірод-падлетків, то толькі за першы квартал 2018-го іх 13, пришым адзін неполоналітній загінув. Найбільш небезпечний узрост – от 15 до 17 годів. Більш схильними лишаться дзявчинки. Сярод прышім здійснення, кахання безузаємності, конфлікты у школах і найбільш распаўсюджені семейні праблемы. Прышім тышаса гэта не тільки несприяльних сім'ю. На сьогоднішній день риск суїцидальний висок у дітей в благополучних семьях, внешній благополучних. І по аналізу першого квартала ми можемо сказати о том, що дістові суїциди растут в благополучних семьях. Саме основна рекомендація нашим родителям – научиться слухати і слухати свого ребёнка. Ребёнок нігда не скажет, що він хоче умереть. Він буде всячески показувати це. Мониторинг соціальних сеток, проведення навучальних семінару, распрацовка рекомендацій. Головна адказнаць – заповодзіны дзятсей на іх батьках. Але гэта не выключая ў дзілу профілактиці і інших структур. На жаль, організаваць іх ефіктывне взаимадзіяння отрымлюваецца не завсёды. А праша тагоуні, каторых у становах аддукація па некалькі гадоў нема підагогаў-псіхологаў. Ці іх професійны узровінь не дазваляя праводзіць профілактику на належным узровні. За таго ж, методыкі і тесты, які выкарыстовуюцца, не завсёды аказываюцца ефіктывными. Кадровая праблема, аказывая негативны ўплыв і на работу тэлефонов да веру, куды за допамогой павінін звертацца падлетак. Нікаторы з іх просто не працуюць. На інших спеціалісты без необходной квалифікацій. І казаць пра іх реальну карысть не прыходзіцца. Асобная заувага ў адра сродкаў масавы інформація. Закон об СМИ. К риску завершення новых суицыдав середзі несершеннолетніх. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Ёген Макенка, Телерадиокампания «Гомель». Протягваем выпуск. Паромная пераправа Праспрыпять ў Жытковицким районе працює парагулярным графіку. Кожную цотную гадзіну с шастіраніцы до восьми вечара паром адправляецца з боку Турова. Кожную нецотную – з боку Жытковичаў. Пераправа функціонуя паралельна з дзейчым пантонным мостом. За адзін рейс паром здольны пераправіць 39 пасажіраў, а таксама 4-5 грузавых аутамабілів ці 20-25 легкавых. Тысячы беларусов 21-го красавіка прымуць ў делу республіканскім Суботніку. Пражаданне долучыцца до агульной справы заявілі працонныя каліктывы, грамадскія організація, спортсмены і артысты. У Гомельскай в області на Суботнік выйдуць больш як 430 тысіч жихароў. У гэты дзень плануецца сабраць адзін мільйон 200 тысіч рублёў. Палову сумы накіруюць ў республіканскі бюджет, другая частка застанецца ў регіоні. Дарэчы, ўнеслі свою кладу Суботнік члены Каммуністычной парты Беларусі. Сёння яны убиралі тэрыторію ля помнікаў Владіміру Ленину на Центральнае площы обласного центра. Наход для такой акцы некалькі. Гэта і Суботнік, і Месячнік падобраў парадкаванні і чарговая гадавіна з дня нараджэня Уладзіміра Ленина. На працягу тыдня члены Кампарты наводзілі парадок ля помнікаў, які знаходзіцца ў районах Гоміля. Уборка ля самага вялікага монумента падвіла вынік пад традыцынай акцей. Дарэчы, гэтым святкованні дня нараджэня Уладзіміра Ленина не обмяжовываецца. Проходзіць ходы і пленумы. Ускладанні кветок да помнікаў. Члены Кампарты і Беларусі сустрыкаюцца з подрастаючим поколенням. Мы стараемся идти в школы, идти с детьми, с піонерами. Для того, чтобы, во всяком случае, не восстановить память о Ленине, а сохранить его. И, так сказать, чтобы люди поняли, дети особенно, и молодёжь, что Владимир Ленин – это действительно великий человек. И не зря его называют человеком XX века. И нам бы хотелось, конечно, чтобы его лучшие идеи, его теория, его мысли, они нашли применение в дальнейшій жизни нашего общества. Гомельскі обласны драматычны театр зараз проводзіць обменныя гастролі з Орловскім дзержавным театрам для дяті і молодзі «Свободная простора». Яны протягнуться до 21-го красавіка. Запрошаные артысты працтавець ў Гомелі чатыры спектаклі. Подробязнасті у матеріялі Вероніки Ворошелінаї. Гастролі Орловського дзержавного театра для дітей і молодзі «Свободная простора» на сцені Гомельського облдрамтеатра распочаліся сімейной «Каскай Африка». Гэта не толькі займальная історія про то, як насільніки першобытной саванны вибиралі царом «Природа чалавіка». Але і дивнае подорожа ў світ безмежна і дітяші фантазії. У спектаклі знайшлося місце адважным учінкам, хітрым інтрыгам і захопляльным прыгодам. Безумовно перемогло кахання і сябровство. Орловським артыстам удалося заслужить увагу самих потрабовальних театральних крытыкав. На протягу усій каскі у залі панавалі шире від дітячої усмішки і емоції. Саме сложне – це заслужити именно внимання, мені кажуть, дітей. І якщо поймав у взрослого внимання, то його держати проще намного. А у ребёнка внимание рассеянне. І якщо тебе вдалося схватити це, і ти чуваєш від дітей віддачу – це счастье. У вас дуже благодарний, прекрасний зритель. Діти дуже добре реагують на все. Ми навіть не ожидали. Здорово. Спектакль Орловського державного театра «Свободная простора» артами, які до речі виконуються виключно вживою. Твори з усвітних класик ободаються у сучасной інтерпретации. Разножанровость репертуара, актуальні драматургії і високе викональницьке майстерство робить выступління колективу за потрапованими у гульдачоу самих розних взрослів. До прикладу комедия «Веселые жінки Виндзора» по Шекспіру оригінальні трактовцы орловських артистів щиро здивіла і уразила у комельську публіку. Вони сначала для них, наверное, це було непривычно, тому що там же все такий комедійно-лігкий жанр зробили. Ну, хоча уж, «Все, комедії, вони ж площадні, вони на просту публіку рассчитані. Але у нас ж чуть-чуть осовременено, поэтому вони немножко сначала не... А в конце просто нельзя було удержати що ни фраза, то смех в зале. Так що хорошо все було. Энергетичну віддачу получили? Да, да, очень даже. Привезли з собою орловські артисты і романтичний мюзикл «Люди ла-манши». І він розповідає істору людей, які живуть у свіці жорсткості, гвалті і сквапності, однак готові на суперку сямо стоять на боку правды і веру чоловецтва, як світ змінился до ліпшага. А яшо в виконанні орловського колективу гомельських глядашоу шкає музична детектив пастка по п'єсе «Агаты Крысти». У спектаклі неординарно розкрываються яркі характера персанажу і заховується веліка інтрига, яка я промушаю глядашоу з умиранням сірцю саші заходом пастановки до самого її конца. Мушаловка – це детектив от Агата Крести на музику Журвіна, нашого композитора московського. Там, да, там, помимо того, що ще все поют, там ще й детективний сюжетик такой до конца неизвестна, хто убийца, як в хорошем детективе Агата Крести. Приходіть к нам, приходіть і сьогодні, приходіть і завтра, це індересно. Вероніка Ворошилина, Ялген Макеїнка, телерадоя компанія «Гомель». Доведаться об ране невідомых фактах з гісториї города сьогодні змогли гомельчані і гості обласного центра. На території парка прайшоу фест екскурсаводів. Гэта традиційна мероприємства, яке прасвячається Межнародному дню аховы помнікаў і гісторичних місців. Супраційнікі Гомельськага Палацава-Паркаваг ансамбля праводзять безплатныя екскурсіі, які, звычайно, збіраюць шмата матраў гісториі. Люді маюць макчымыць доведацца об фактах до гэту ль невядомых і просто добра провести час у адным з самых прыгожих місців Гомеля. Перша частка фесту археологічны маршрут па парку. Екскурсаводы розказываюць об становлений і розвіцію Горда с осторожитних часів до 18-го стагодзя. Па памятным местам здесь установлены спеціальні камні, знаки, які розказуюць о той или иной части археологічного маршрута, що зісь було, условно, що стояло зісь, ну а також при помощі ілюстративного, наглядного матеріала мы тож паказывам які-то факты, розказам, неизвестные гомельчанам, соответственно, древній історію города. І общаємся, часто задають вапроси. Другая частка фесту присвячена румянцевым і паскевичам. На екскурсії гораджані доведаліся об етапах будавніцтва города і палацца, названого в гонор былых у ладальнікаў. А зараз да новіна у кампаніі. Середу ладальнікаў буйных грошовых прызов 64-го тура гульні удача в придачію з Евроопт єсті наші землякі. У апошнім розыгрыші 22 жихара Гомельська і в області виграли по 500 рублів. Подробязністью наступним матеріалі. Дякую за перегляд! Более 50 тисяч призов 64-го тура. Участие в розыгрыше принимали игровые коды, полученые за покупки с 9 по 15 апреля в магазинах Евроопт, Брусничка, а так же онлайн-гипермаркетах Едоставка і Гипермол. Самі громкі овации в этот день раздавались в честь Светланы Закревской. Мамы в декрете із агрогородка Псуя Глубокського района Витебській області, котре вигляла квартиру в Минске. Стильні семейні внедорожники нашли своих обладателей в лице Елены Главинской, техника фамилиорации із Несвежаминской області, Ірина Нелепович, заведуючий библиотекой із Березы Брецкой області і Алексія Сидорова, індивидуального предпринимателя із Молодечна. Уже 19 апреля в столичному Есити на Денисовской 8 счастливчики получили свои призы. Не обошла удача и наших земляков. Сразу 22 жителя Гомеля и Гомельской области в этот вторник, 17 апреля, стали обладателями денежных сумм по 500 рублей. Всего в 64-м туре игры было разыграно 200 таких призов. Счастливчиков из нашего региона, совершивших удачные покупки на прошлой неделе, уже на следующий день после розыгрыша поздравляли в гипермаркете Евроопт на улице Хатаевича 9. Познакомимся с победителями. Швец Василий, работаю на птицефабрике. Олеся Невр. Я работаю в Речичанке в кондитерском цеху кондитером. Шульцко Наталья, работаю специалистом. Анрия Береснев из города Шлобино, работаю инженером на Белорусском птицовском заводе. Турчин Лариса Михайловна, государственный в Болесске радиационно-экологический заповедник, научный сотрудник. Некрашевич Наталья Вячеславовна, город Мозырь, работаю на ЖБ и 5 экономистом. В органах Тонаныкин Сергей, я из Речицы, работаю врачом в Реческой центральной районной больнице. Литвина Войнеса Вадимовна, работаю мастером в Жлобинском хлебозаводе. Валера Драгановна, деревня Прибытки, работаю в птицефабрике Рассвет, Колбасный цирк. Макаренко Светлана, работаю продавцом в фирменном магазине Отика. Впрочем, это далеко не первый раз, когда удача приходит на Гомельщину. Всего за время проведения игры «Удача в придачу» жители Гомеля и Гомельской области уже выиграли 11 квартир в Минске, 32 автомобиля, 50 путевок на двоих на лучшие курорты мира и около 270 тысяч денежных призов. И у наших земляков есть все шансы увеличить эти цифры уже совсем скоро. Ведь в этом году «Удача» заглядывает в дома к участникам игры каждую неделю. Деньги, автомобили и квартира в Минске разыгрываются в прямом эфире ОНТ в столичном ЕСИТИ каждый вторник. А участвуют в них игровые коды за покупки, совершенные на предыдущей неделе. Уже во вторник, 24 апреля, участники 65-го тура смогут претендовать на квартиру в Минске, три автомобиля Хёнде Крэта и еще более 50 тысяч других призов. Не забудьте запастись игровыми кодами, чтобы принять участие в розыгрыше. И пусть покупки на этой неделе для жителей Гомельщины будут исключительно удачными. ГТА, так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюсь. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Построили бизнес на нелегальной продаже минеральных удобрений. Правоохранители вскрыли большую аферу похищению продукции в сфере сельского хозяйства. Под подозрением заместитель председателя частного предприятия Калинковичского района, а также его сын менеджер транспортной компании. Раскрутка криминальной схемы поставки минеральных удобрений в Россию началась с банальной проверки. 10 апреля сотрудники милиции остановили на трассе М-10 под Калинковичем две фуры. Накладные на груз вызвали сомнения в подлинности. Проверив товар, милиционеры обнаружили в прицепах 80 тонн минеральных удобрений на сумму в 20 тысяч рублей. Оказалось, водители и их транспортные средства были вовлечены в отлаженный механизм хищения товароматериальных ценностей. Было установлено, что учредитель транспортной компании житель Калинкович 1963 года рождения по совместительству заместитель руководителя фермерского хозяйства этого же района совместно с сыном организовали преступную схему, согласно которой калийные удобрения похищались с предприятий. Затем каждые 3-5 дней формировались большегрузные машины и вывозились в Российскую Федерацию, где за наличный расчет продавали субъектам хозяйствования и таким образом деньги присваивались себе. Отец закупал минеральные удобрения, сын обеспечивал их бесперебойную доставку. Сырье закупалось не без участия должностных лиц, прямыми обязанностями которых было обеспечение минеральными удобрениями сельхозпредприятий Гомельской области. Другими словами, госсырье просто воровали, документы подделывали, а выгоду извлекали все участники преступного сговора. При этом предприятия белорусского АПК по факту имели недопоставки минеральных удобрений во время обысков на складах транспортной компании Автомидон и предприятия Антоновские яблоки обнаружено еще более 100 тонн украденных удобрений. Фуры и внедорожник, находящиеся в пользовании директора фирмы, арестованы, как и ряд фигурантов этого уголовного дела. Руководитель фермерского хозяйства и по совместительству организатор хищений сбежал и находится в розыске. В Гомеле нетрезвого водителя преследовали 12 экипажей. Автолюбитель ловко уходил от приемов блокировки автомобиля, но в конце погони все-таки не справился с управлением и съехал в кювет. Все началось на проспекте Октября, а продолжилось на Речицком. Нарушитель на своем Hyundai Solaris пересекал сплошную, мчался по бордюрам, дорогам и тротуарам. При этом инспекторы не сразу смогли его догнать. То и дело водителю удавалось ускользнуть. Закончилось преследование на трассе под Бобовичами, где нарушитель потерял управление. В салоне находился еще и пассажир, который то ли от воздействия алкоголя, то ли от испуга едва стоял на ногах. В отношении жителя города Гомеля 1975 года рождения составлено 27 административных протоколов. За предусмотренные правонарушения мужчине грозит штрафы от 200 базовых величин, а также лишение права управления сроком до 5 лет. Съездил в областной центр и остался без крыши над головой. В ветке наполовину сгорел деревянный жилой дом. У него обрушилась кровля и уничтожена практически вся мебель, находящаяся внутри. Хозяин домовладения на момент пожара был в Гомеле. О случившемся он узнал от сотрудников МЧС. С их слов, причиной ЧП могло стать нарушение правил пользования печным отоплением. Вместе с тем хотелось бы обратиться к гражданам и напомнить им о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Хотя, несмотря на то, что дни устанавливаются теплые, ночи все-таки холодные. Особенно это актуально на дачах, там, где кроме печного отопления какое-либо другое отсутствует. При эксплуатации печей важно помнить, что печь должна быть исправна, дымоход должен быть побелен, на печи должны отсутствовать трещины. Если они есть, то надо позаботиться о том, чтобы привести печь в порядок. Вот такие новости к этому часу. С вами был Алексей Немкевич. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В итальянском городе Розетта Делья Абруцци стартовало первенство Европы по боксу среди юниоров. В составе белорусской команды на континентальный турнир отправились три представителя Гомельской области. Это Рамил Алиев, Максим Паньков и Мария Денисова. Мария уже обеспечила себе как минимум бронзу по воле жребия. Ей досталось место сразу в полуфинале. Свой первый поединок на турнире она проведет 24 апреля. А вот юношам до главных поединков надо пройти долгий турнирный путь. У Максима Панькова это не получилось. В первом же бою он уступил ирландцу Дину Патрику Кленси. Рамил Алиев за путевку в четвертьфинал поспорит с Максудом Ахметовым из Азербайджана. В первенстве Европы среди юниоров принимают участие почти 340 боксеров из 39 стран. Накануне только медали но и лицензии юношеских олимпийских игр которые в этом году пройдут в Аргентине в Буэнос-Айресе. Гомельчанки стали призерами спартакиады детско-юношеских спортивных школ по художественной гимнастике. Состязания проходили в Минске. Обладательницей золота в упражнениях с мячом и серебряной медали в упражнениях с лентой стала Ксения Петрова. Дарья Веренич также бронзу завоевала Маргарита Тимошенко. Гомельская грация показала третий результат в упражнениях с мячом. Все спортсменки воспитанницы Гомельской из Дюшор номер 4. В литовском городе Горлява проходит очередной тур женской гонбольной Балтийской лиги. Гонбольный клуб Гомель стартовал поражением от львовской Галычанки 16-19. В ближайшие три дня команде Тома Жичатера предстоит провести еще 4 поединка. Дважды гомельчанки сыграют с хозяйками Паркета гонболистками Горлявы. Паразус Галычанкой и Жальгересом. В четвертом туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Гомель играет на выезде. Завтра зелено-белые в Минске встречаются с местным Динамо. Стартовый свисток на стадионе футбольного клуба Минск прозвучит в 16.00. В турнирной таблице Гомель на 11 позиции соперник на 8 мест в плей-офф претендует 10 команд. Из представителей нашего региона без постсезона уже точно остался Светлогорск. Выше 13-го места команде уже не подняться. В 29-м туре Светлогорск разживется тремя очками без борьбы. Гомельская команда Южный, напомню, прекратила выступление в чемпионате. Очень интересным будет поединок в Гомеле между местной командой БЧ и УВД Динамо. Железнодорожники всерьезно оцелены на 5-е место по итогам регулярки и для этого им нужно обязательно побеждать в оставшихся поединках. Гродненскому УВД Динамо, которое в шаге от плей-офф очки нужны еще больше. Завтра матч в спорткомплексе Локомотив начнется в 14-0-0. Гомельской команде ВРЗ в 29-м туре также необходимо побеждать, чтобы сохранить лидерство в чемпионате. Соперник не самый грозный Динамо БНТУ. Игра также состоится 21-го апреля. На этом пока все с новостями спорта Оставайтесь на Беларусь 4.